Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим рекордный бой на Чифтэйне. Тут нанесено какое-то просто нереальное количество урона. Ну и сражение на самом деле весьма даже занимательное на одном из лучших все-таки танков в игре. Итак, сегодня в продажу у нас зашел новый танк ВК-7501К. Ну как новый, я имею ввиду, что его продавали конечно раньше, но давненько его в продаже не было. И цена у него чуть больше 1800 рублей минимальная, что в принципе не так уж и плохо. Но танк не является прям имбовым, это уж точно скорее всего такой вот среднячок. Ну и в общем, только наверное если вы очень любите тапкообразные танки и вам срочно нужен подобный прям танк. Цена в целом не такая уж и большая, хотя я думаю, что данный танк в дальнейшем вообще можно будет еще и дешевле приобрести по разнообразным акциям. В общем, такое вот у меня мнение. Итак, друзья, также у нас очень интересная такая новость. Подарки для тех игроков, кто давно не заходил в World of Tanks. Ну даже если вы заходили, в ближайшее время все равно вы наверняка чего-то дополучите. Но особенно данный подарок будет интересен тем, кто месяц не заходил. Но в таком случае там дают весьма неплохие ощутимые подарки. Например, 7 дней премиум аккаунта. Просто заходите на специальный сайт, ссылку на него оставлю в описании. Это, кстати, официальный сайт Wargaming, то есть ничего бояться не стоит. И при заходе, конечно, нужно авторизоваться и после чего забрать подарочки. После чего они у вас появятся сразу в ангаре. То есть все безопасно, все просто. Но если вы на данном сайте получали подарки в течение месяца, то, скорее всего, там уже ничего не будет. То есть только через месяц приходите. Если в течение месяца не получали, то наверняка там еще какой-нибудь подарок будет. Хотя бы резервы заполучите себе. Также, друзья, не забывайте, что вы можете выиграть золото в этом видео. Вам всего лишь нужно досмотреть данный видосик до конца. И в комментарии указать свой игровой ник. Что довольно-таки просто. Используйте, кстати, мой второй канал. То есть подписывайтесь на него. Там будут проходить стримы и разнообразные видео, где тоже можно выиграть золото. Кроме того, заходите на сайт VATKIT и смело выигрывайте там 5000 золота ежедневно. Также на данном сайте разнообразная премтехника. И по моему промокоду вы еще и получаете хороший бонус при пополнении. Тут же есть референдная программа, если вы хотите просто подзаработать золото. Итак, собственно, сегодня у нас стартует глобальная карта. И тут, конечно, масса разнообразной халявы. Я говорил о том, что, в принципе, стоит найти себе клан. Ну, в принципе, я думаю, те, кто хотел, они уже себе клан нашли. Тот, который играет на глобальной карте. С 29 июня по 12 июля, собственно, вы можете получить разнообразную премтехнику. Ну, вы можете скрафтить, во-первых, в специальной мастерской премтехнику. То есть, СУ-122-44 можно скрафтить. Тип-62, Лансен-С, Корнерван, Акшн-Х. То есть, аж 4 премиум танка. Не знаю, получится ли все из них получить. Я думаю, вряд ли. Но хотя бы один уже неплохо будет. То есть, это, считай, как вы сэкономите примерно там 1500-2000 рублей. Ну, если брать танки 8 уровня, если танки 6 уровня. Ой, 7 уровня, вернее, уровня. Ну, это 1000 рублей как минимум. То есть, поиграв, ну, где-то чуть больше, там, сколько получается. Получается, где-то дней 12 вам нужно поиграть, чтобы заполучить один из этих танков. То есть, очень все просто получается. Ну, как, если, по крайней мере, вам нравится играть на глобальной карте. То есть, смысл примерно такой же, как и в рандоме. Только, ну, команда ваш, клан собирается. И вы, собственно, там, дамажите, уничтожаете танки. И специальный, в общем, ресурс собираете металл. С помощью которого есть можно скрафтить разнообразную премтехнику. Также можно попробовать заполучить имбовые танки 10 уровня. Среди них Т95ФВ4201 Чифтейн. Объект 907. ВК-7201К. Т95Е6. М60-121Б. Вот такой вот список танков. И также, что еще стоит отметить. Если вы вошли в число 23 тысяч лучших игроков, то за 4 тысячи бон по бросовой цене вы сможете приобрести один из этих танков 10 уровня. Те, кто занял места выше 23 тысячного, смогут получить дополнительные призы. То есть, если вы там в число, не знаю, 10 тысяч лучших игроков зашли, то вообще вам там помимо танков 10 уровня вы еще и сможете там всякие 3D стили купить, эксклюзивный премиум аккаунт, там всякие 2D стили и так далее. Но если вдруг у вас не выгорит, в общем-то на глобальной карте можно поучаствовать в аукционе, что на самом деле весьма даже, ну тоже неплохо, потому что за определенную сумму вы можете попробовать выиграть танк. Но я думаю, цены там будут заоблачные, то есть на танк 10 уровня потребуется около, я думаю, 25 это минимум, и то, наверное, скорее 35 тысяч бон потребуется, или около 30. То есть, сами думаете, стоит оно того или нет, учитывая, что сразу практически после глобальной карты у нас стартует, собственно, новый сезон ранговых боев, в котором вы сможете еще и поучаствовать тоже в боновом магазине, который не ограничен по времени. И там будет обновление, новые танки появятся, так что, ну я считаю, что стоит подождать и не торопиться. Если делать какие-то ставки в аукционе, то разумные ставки. Конечно, сейчас нельзя не упомянуть о том, что разработчики планируют уже конкретно так понерфить колесную технику, а также главные имбы этого года, объекта 432 и Проджета 65. То есть эти танки будут уже точно понерфлены, я думаю, вряд ли разработчики откажутся от их нерфа, хотя я, конечно, не хотел бы, чтобы эти танки нерфили, потому что лично у меня они в ангаре тоже присутствуют, и я на них люблю поиграть. Но посмотрим, что в итоге получится. Может быть, нерф будет не столь большим, как предполагается. Но, в принципе, при этом, конечно, и увеличивается шанс аппа многих танков, таких как ИС-4. То есть это все может пойти в таком одном балансном патче, где сразу и понерфят некоторую технику, другую же апнут, которая требуется ребалансировки. Такая техника, как, например, ИС-4, ИС-100, ИС-110, ИС-5. То есть целая ветка не только танк 10 уровня, но еще и там, если брать ИС-100, то это Тигр-2, ИС-75, Тигр-1, ИВК-3601. В общем, все эти танки будут понемножечку подапывать. Так что, в принципе, ну, одна техника, наверное, уйдет на второй план, но выйдут новые какие-то танки апнутые, плюс еще и добавят разработчики в этом году итальянские танки, которые тоже, ну, по крайней мере, на первый взгляд, должны быть очень сильными. Итальянские тяжи. Странно, что СТ нерфят итальянские, а тяжи, наоборот, я думаю, будут весьма имбовыми. Плюс разработчики хотят, ну, уже совсем скоро добавить поиску и ветку средних танков. Она, похоже, тоже получается неплохой, как минимум, а то, возможно, даже и сильной. Но посмотрим. Скоро у нас тестовые серверы, я думаю, откроются. Ну, как скоро, где-то, наверное, в середине июля, и мы сможем поиграть, посмотреть, что же там такое. Но при этом всем, конечно, обычно так бывает, что разработчики, прежде чем добавлять целую ветку танков, добавляют премиум танк в игру. Да и не просто, как бы, его продают, а устраивают марафон. Поэтому в скором времени, в июле, я ожидаю марафон на прем танк польский, восьмого уровня. И тем самым можно будет заполучить себе, ну, вот, будущую имбочку и быстрее прокачаться, собственно, в новой польской ветке. Ну, и это еще не все. Третья ветка, кстати, тоже, в общем, будет в этом году. Но пока что на 100% утверждать, что это будет за веткой, ну, не буду. Давайте посмотрим, подождем еще. И поляки не вышли, и итальянцы не вышли. Под конец года явно ждет еще что-то. В общем, в скором времени нам придется снова заняться прокачкой. При этом сейчас разработчики тестируют оборудование 2.0. Конкретно они за него взялись сейчас. И я думаю, постараются, в общем-то, сделать оборудование, ну, весьма таким эффективным. То есть не просто, чтобы оно валялось на складе и только годелось для продажи, но и чтобы реально можно было делать какие-то интересные, эффективные билды на танках, улучшать те стороны танков, которые являются слабыми. И, в общем, посмотрим. Но я думаю, оборудование новое точно привнесет в игру что-то новое. При том, что в этом году еще будет тестовый сервер Песочниц с тестом новых терков, нового экипажа, по сути, вообще переработанный экипаж будет колоссально. И это тоже заставляет задуматься, потому что текущий экипаж, он уже был с нами, ну, и будет, я думаю, еще очень долго. И все мы к нему привыкли. Но стоит отметить, что действительно все это слишком обыденно и все слишком понакатанно. То есть одни и те же перки прокачиваешь практически на все танки. Никакого разнообразия тут нет. Поэтому я считаю, что те, у кого сейчас много такого прокаченного экипажа, те в дальнейшем только выигрывают от этих вот перемен, потому что они получат больше нужных перков и смогут, в общем-то, значительно так отрегулировать свои танки как по оборудованию, так и по перкам и сделать что-то поистине имбовое. На этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Желаю всего хорошего. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...